Что ж, мы выяснили, что там у богов. Давайте теперь разбираться с Архидамом и окончанием этой истории. 12, пожалуйста. После этой краткой речи Архидам распустил собрание и, прежде всего, отправил в Афины спортиаты Мелисипа, сына Диакрита, предполагая, что, может быть, афиняне скорее пойдут на какие-либо уступки теперь, видя неприятеля уже в пути. Конечно, Архидам говорит, что он рассчитывает на победу, но вообще он рассчитывает на мир и он знает, что афиняне изменчивы и, естественно, очень легко быть сторонником войны, пока ты еще не видел вражеского войска и даже не рассчитываешь, что оно появится в твоих землях. И другое дело – быть сторонником войны, когда это вражеское войско вдруг оказывается в твоих землях или, по крайней мере, уже идет на твои земли. И Архидам снова прав. Естественно, демократы меняют свое решение. Но тут есть одна маленькая проблемка. Но афиняне не пропустили Мелисипа ни в город, ни к властям. Дело в том, что еще раньше одержал верх предложение Периклы не принимать ни глашатая, ни посольство от лакедемонян. Расте выступит в поход. Да, лучший способ не дать афинянам под влиянием речей и двигающихся спартанцев принять другое решение – не созывать народного собрания. Перикл это знает, Перикл управляет демократией, нет голосования, нет решения. Все просто и понятно. Поэтому афиняне отослали Мелисипа обратно, не выслушав его, и приказали ему покинуть границы Атики в тот же день. В результате, соответственно, Архидам остается без мира и продолжает свой план. Пять. В помощь пилопонессам биотяне доставили часть своей пехоты и комицу. С остальным войском они подошли к плотеям и стали опустошать ее поля. Пилопонессцы собирались еще на Истни и были в пути перед вторжением в Атику, когда Перикл, сын Ксантипа, один из десяти афинских стратегов, узнал о предстоящем вторжении. У Архидама есть еще один план. Архидам – человек с кучей планов. Как заставить афинян ненавидеть того, кто мешает ему, и вывести афинян на улицу? Перикл подозревал, что Архидам, связанный с ним узами гостеприимства, пожалуй, не тронет и не опустошит его полей, или по собственному побуждению и желанию угодить ему, или даже по внушению, сделанному лакедемонянами, с целью возбудить против Перикла подоздение сограждан, подобно тому, как из-за него же лакедемоняне потребовали изгнания лиц оскверненных кощунствах. Все очень просто. Архидам вторгается в артику с войском. Занимаются они, естественно, разорением полей. Но какие-то поля лучше, чем другие. И Архидам не станет трогать полей Перикла. Это будет значить только одно для афинян. Что все они страдают, а он не страдает. И, соответственно, что он может быть вполне себе подкуплен или иметь какие-то интересы. Но Перикл умнее. Поэтому Перикл объявил афинянам в народном собрании, что хотя Архидам связан с ними узами гостеприимства, но от этого не последует для государства вреда, что если неприятель не станет разорять его полей и домов так же, как и прочих граждан, он уступает их государству и тем самым освобождает себя от всякого подозрения. Относительно настоящего положения Перикл советовал то же самое, что и прежде. Именно готовиться к войне и свести движимость с полей в город, не выходить на битву. Заметьте, что это все косвенная, а не прямая речь Перикла. Но запереться и охранять город, снаряжать флот, составляющий силу афинян, держать союзников в руках. При этом Перикл указывал, что сила афинян зыждется на приливе денег от союзников, а войне большую частью побеждает рассудительность и обилие денег. Видите, нет смысла повторять, нет смысла делать эту речь прямой, потому что в ней Перикл повторяется во многом, но с определенными интересными последствиями. Перикл убеждал афинян, сохраняя бодрость духа, ссылаясь на то, что обыкновенное государство получает в год 600 талантов дани от союзников, не считая прочих доходов, да на Акрополе еще хранилось в то время чеканной монеты 6 тысяч талантов. Кроме того, говорил Перикл, есть не чеканенное золото и серебро в виде посвящений от частных лиц и государства. Вся та священная утварь, которая употребляется в процессе и на состязаниях, добыча от персов и тому подобное, не меньше, как на 500 талантов. Он присоединял сюда еще и сверх того значительные денежные суммы из остальных святилищ, которыми афиняне также могут воспользоваться, равно как и золотым облачением самой богини, если бы все источники доходов были закрыты. Перикл говорит, что главное в войне – это деньги. И точно так же, как Фемистокл, Перикл отказывается от благочестия. Он говорит, если будет надо, мы разденем богиню. В смысле снимем со статуи Афины золотые доспехи, золотой щит, золотое копье, золотой шлем. Ну, не только ее, все золотые профессии. Очевидно, да, да, да. То есть мы сначала снимем все, что мы можем снять из храмов, а потом, если нам не хватит этого, мы разденем богиню нашего собственного города. То есть для Перикла, как для человека недемократ физических взглядов, а в этом смысле ни один великий человек из присутствующих недемократов, демократы – это как раз их противоположность, потому что хотя бы они бедные, а среди присутствующих нет бедных. Перикл говорит, нет никакой проблемы в том, чтобы совершить такое нечестие ради нашей победы. И афиняне не просто не закидывают его камнями после этого, как они сделают ссылки рядом потом, из-за известных вам уже причин, а они поддерживают это решение именно потому, что пока Перикл управляет, пока недемократ управляет демократами, демократы не являются разнозданными. Они умерены, умерены как раз его господством. Вопрос вот как раз, почему еще... Ну, это мелочь по сравнению с богиней, но получается, что без украины вообще никакие благослужения нельзя крестить. Можно, но только она будет не священная, а грязная. Нельзя не в чистой... Охранение. Да, да. Но это мелочи все. Ну да, но город готов отказаться. Да, Перикл готов отказаться. И так как Перикл управляет городом, город готов отказаться. Да, 14. Афиняне выслушали Периклу и приняли его предложение. Да, вообще у народного собрания нет никаких проблем с тем, чтобы последовать выводу Периклу. Стали переселять с полей в город женщин и детей и перевозить остальную движимость, которую пользовались в хозяйстве. Уничтожали даже деревянные части самих жилищ. Ну, понятно, вы знаете из истории Террионной Греции, что дерево – это самая дорогая штука на свете, потому что оно не растет в Греции, да? Там нет... Почва каменистая, поэтому нет деревьев. Поэтому обычно, даже когда люди переезжали, они забирали с собой дверь. Потому что дверь из дерева. Мелкий скот и вьючных животных, они переправили на Евбею и другие прилегающие острова. Жанна Витальевна, только не вьючных, да. Они не вьются. Афиняне следуют указанию Перикла. Решающее указание его заключается не в том, что можно забирать деньги, золото с тела богини, а в том, что надо всем заранее уехать в город. И вы знаете уже заранее, что это страшная ошибка. Тяжело было для афинян сниматься с места, потому что большинство их привыкло постоянно жить на своих полях. Такой образ жизни с очень древних времен вели афиняне в больших размерах, чем другие эллины. Да, об этом уже говорилось в самом начале истории 17. Когда они явились в Афины, то помещение там нашлось только для немногих. И это проблема. Перикл говорит, бросайте все, идите в город. Ну, забирайте свои пожитки, идите в город. Но в городе не хватает места для всех, потому что, ну, очевидно, что в деревнях живет гораздо больше людей, чем в городе. Кое-кто нашел приют у друзей или родственников. Смотрите, все прямо как в России. Большинство же афинян поселилось на городских пустырях, во всех святынях богов и героев, за исключением расположенных на Акрополе или в Синее, а также некоторых других крепко запертых святых. Люди селятся не только у друзей и родственников, но и там, где есть свободное место. И, что самое страшное, в храмах. Если в храмы их пускают, в смысле, если не закрыто. Вот там, где не закрыто, там везде оказываются... Ну, да, да, да. Почему же чумашки? Нет, ну они с вещными животными живут уже сколько? Десятилетий или... Такая-то плотность нарастает. Забавно, что Фукидид, конечно, не скажет, что это Аполлон. У Фукидида будет объяснение, откуда у вас чума. Ну, для Афинии, не знаю, будут продаться точно по-моему. Конечно же, не вьючные, здесь животные, не... Поверьте, это не животные. Итак, пожалуйста. Под давлением теперешней нужды заселен был даже так называемый пиларг, лежащий у подошвы Акрополя и необитаемый в силу заклятия. Заселять его возбранялось и следующими заключительными словами Пифийского оракула, гласившими. Лучше пиларгику быть невозделанным. Три. Многие устроились в крепостных башнях и вообще где и как могли. Город не мог вместить в себя всех собравшихся. Впоследствии они заняли даже длинные стены, поделив их между собой и большую часть перей. Да. Они даже выплеснулись за границы города, за сиев длинные стены и перей. Он тоже обнесен стенами, то есть все еще нормально. Спартанцы действительно начинают делать то, что Архидам обещал. Они разоряют поля и разоряют Аттику. Но Архидам делает это не просто так, а потому что ждет 20. Здесь они остановились, разбили лагерь и, оставаясь долгое время, опустошали поля. Два. Он надеялся, что афиняне, среди которых было много цветущей молодежи и которые приготовились к войне лучше, чем когда-либо раньше, перейдут, быть может, в наступление и не станут относиться равнодушно к опустошению своих полей. Да. Фукедит и Архидам согласны здесь торгу с торгу. Слишком много молодежи, слишком много надежды. Кроме того, проблема с полями. Почему им было не пришло, например, посыпать поля с солью? Как это было сделано? А что они тогда сами будут есть? Они же не жгут поля. Они же вернут то, что они собрали. Не-не-не, а проблема-то в том, что они же вернутся на следующий год. Что они тогда будут есть? А что сделают эти поля? Они же не введут. Афиняне? Они здесь высыпали из города. Итак, война ведется... Итак, это сельскохозяйственное общество. Война ведется следующим образом. Спартанцы начинают весной, после того, как все посадили, идти на войну. Пока они воюют, это все растет. Осенью надо вернуться, чтобы это все собрать. Потому что если ты это не соберешь, тебе конец. Зиму ты не переживешь. Соответственно, если ты приходишь на все готовенькое кофе-нянам, если ты посыпешь землю солью, то на следующий год, когда ты вернешься, там ничего не будет. Ты просто перемлешь от голода. У тебя-то есть там дома еда. Там дома еда. Она, конечно, есть. Но она где? Да? Вот. То есть ситуация именно такая. Они разоряют, возвращаются, разоряют, возвращаются. То есть они уходят, потому что им надо есть. И они разоряют, потому что им надо есть. Хотя, если бы была бы логистика, они бы попали за один год. Логистика может быть только одной, морской. А понятное дело, что никакого моря быть не может здесь. Но после того, как афиняне не вышли против Архидама ни в Элевсин, ни на Фриассийскую равнину, он расположился лагерем подли Ахарм с целью испытать, не выйдут ли они против него теперь. Кроме того, что самая местность представлялась удобной для стоянки, ему казалось, что Ахарняня, составлявшие значительную часть городского населения, не потерпят разорения своего имущества и станут подстрекать всех граждан в битве. Помимо молодых людей, большое спасибо, существуют еще люди, чей менталитет агрессивен. Ахарняня. Они, в отличие от всех остальных, считает Архидам, точно не потерпят разорения своих полей. То есть все остальные еще могут это проглотить, но не Ахарняня. И даже если Перикол не выведет афинян в битву, это все равно закончится плохо. И вот почему. Если даже афиняне во время этого вторжения и не выступят против пелопонесцев, думал Архидам, он с меньшим же страхом будет опустошать их равнину впоследствии и приблизиться к самому городу, потому что Ахарняня, лишившие своего достояния, не будут впредь с такой же готовностью подвергаться опасности ради чужой земли, и что поэтому возникнут распри. Проблема с Ахарнянами не в их менталитете, а в том, что формально они не граждане. Поэтому воевать за афинян они будут только если на кону стоит их земля, но если их земля уже уничтожена, воевать они не будут. В этом нет никакого смысла. И более того, естественно, распри возникнут не только из-за того, что их нельзя будет заставить воевать, они могут возникнуть еще раньше, когда Ахарняне будут уговаривать всех остальных, что надо выйти и защитить Ахар. И тогда Ахарканцы смогут их переманить в свою сторону, и они, пожалуйста, Нет, переманить их, наверное, не смогут, зато разбить их в честном бою без проблем. Но еще Ахарняне такие внутри города затеют бучу. Да, то есть если их не выпустят воевать, Ахарняне затеют бучу внутри города. Они и так ее затеют, да? Но если их выпустят, то это все закончится счастливо. И вы не поверите, расчет Архидама на 100% оправдывается. Какой-то просто вот... Диву дает все, какой правильный человек. Да, Архидам действительно... Вы же помните, что говорит о нем перед ним. Итак, пять. Вот с каким расчетом Архидам оставался подли Ахары. Пока войско находилось в Илевсине и на Фриассийской равнине, Ахиняне питали еще некоторую надежду, что неприятель не подойдет ближе. Да, смотрите, надежда настолько сильна, что они не то, что надеются победить, они надеются, что спартанцы не будут заходить в Антику 21-2. Но когда Ахиняне увидели неприятельское войско подли Ахарн, на расстоянии 60 стадий от города, они не могли долей сдерживать себя. Земля их опустошалась у них на глазах, чего младшие еще не видали, да и старшие видели только во время персидских войн. Ужасно, как и следовало ожидать, было смотреть на это. Все, в особенности молодежь, решили, что нельзя долей терпеть и что следует идти на неприязнь. Итак, расчет на молодежь оправдался, а как насчет Ахарня? На сходках происходили большие споры. Одни требовали похода, кое-кто из других не соглашались на него. Расчет на распри внутри города оправдался, а как насчет Ахарня? Ахарняне понимали, что они составляют весьма значительную часть Ахарня. И, так как опустошалась их земля, больше всего настаивали на выступлении из города. Расчет Архидама оправдался. Почему же не происходит то, чего Архидам хочет? Возбуждение охватило весь город. Граждане негодовали на Периквы, не вспоминали его прежних внушений. Все ровно как в демократии, они целиком зависят от момента. Но все бронили его за то, что, будучи стратегом, он не ведет их в битву, и считали его виновником всего того, что им приходилось терпеть. Это вопреки тому, что Периквы сказал в своей первой речи о том, что, типа, мы, конечно, начинаем войну, но только не надо меня винить потом. Периквы замечают, что, с одной стороны, недовольство граждан настоящим положением дел и отсутствие с их стороны рассудительности, с другой, веря в правильность своего решения не переходить наступление, не созывал народного собрания и не устраивал вообще никаких совещаний и запасения, как бы граждане в собрании не впали в ошибку. Действия скорее под влиянием раздражения, а не по внушению рассудок. Правильно. Тактика демократии такая. Демократия не сможет принять решение, если она не сможет проголосовать. Она не сможет проголосовать, если она не соберется. Периквы не спорят с демократами. Он не пытается переубедить их. Он прекрасно знает их природу. Скоро их настроение снова изменится. Надо только переждать, что он и делает. Вопрос, почему его не снимают в должности? А снять его могут только в ходе народного собрания. А почему бы не все ходят на улице? Нет, но понятное дело, личная безопасность, она как бы тоже здесь присутствует какая-то. То есть он не ходит по городским площадям и не кричит «Я перейдил». С гигантским знаком и с мишенью на груди. Вопрос здесь не в том, как переглужиться, а вопрос в том, как он управляет демократией. И вы видите, как он это делает. И вопрос в том, да, осознает ли он проблематичность демократии. И да, осознает проблематичность демократии. Народное собрание не собирается. Афиняне голоса за выход из города не подают, потому что нет народного собрания. А время-то идет. Ахарняне были злые, пока Архидам стоял у Ахарна близко. А потом он разорил их поля, и уже как бы можно и не вызвать. А что уже поделать? А время-то подходит к концу. Лето-то короткое. Ну, хотя это ингрессия, но лето все равно короткое. Еще до того, как оно закончится, надо уйти, потому что долго идти еще домой. А там уже поля сосрывают. Афиняне поставили на суше и на море торжевые посты, каковые они намеревались сохранить на все время войны. Затем они постановили отделить из сунг, хранившихся на Акрополе, тысячу талантов, отложить их и не тратить, а воевать на остальные средства. Кто же предложит тронуть эти деньги или поставит это предложение на баллотировку для какой-нибудь иной цели, кроме как только на случай защиты от неприятеля, если он с лотом своим нападет на город, тому афиняне назначили смертную казнь. Да, афиняне под действием момента принимают, судя по всему, опять под влиянием Крикла, мудрое решение. Антикрупционный заказать? А? Антикрупционный? Нет, 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 нет. Заначку. Они придумывают заначку. Нет, так заначка у них всегда была Акрополь. Не-не-не-не-не, смотрите. Акрополь – это не заначка, это кошелек. А заначка НЗ, да? Какие-то запасы? Неприкосновенные. Неприкосновенные запасы, правильно. То есть у них всегда был кошелек, всегда был бюджет. Это была Акрополь. Они из бюджета вырывают кусок и говорят, этот кусок нельзя ни на что никогда тратить, а кто попытается, тому мы отрежем голову. Да. А, получается, все-таки было все время собираем? Так после того, как спартанцы ушли. Какой человек не поднимался, вопрос это... Не-не-не-не, смотрите. Это же демократы. Они действуют под влиянием чувств. То есть под влиянием момента. Момент ушел, уже поля разверены, и что кулаками-то махать? Наоборот, приходит осознание, приходит отрезвление, что надо что-то делать дальше. И тут приехал и говорит, ребята, я знаю, как победить. Давайте мы выделим НЗ, спрячем его на всякий случай, будем воевать. То есть появился, да, можно сказать, из север. Что вы вспоминаете, прошлое у нас, вот сейчас рак под окном. Сейчас он уже не под окном, да, вернется он только в следующую весну. Но надо быть к этому готовым. Но надо быть к этому готовым, конечно. 25. Афиняне на 100 кораблях, вместе с явившимися к ним на помощь киркерянами, на 50 кораблях, и с некоторыми другими из тамошних союзников, тамошних, тамошних союзников, крессировали в водах Пелопоннеса, разоряли различные местности. Ровно как Пеликул говорил. Между прочим, они высадились на сушу в лаконики Умифоны и штурмовали там слабое укрепление, охраняемое недостаточным гарнизоном. Ровно как Пеликул и говорил. Случилось так, что в этих местах находился с гарнизоном спартанский гражданин Бросид, Сентелин. А вот и первое появление нашего неспартанского спартанца Бросида. И давайте посмотрим, чем он выделяется. Узнав о нападении, он поспешил на помощь к мифонцам, сотню гоплитов, прорвался через афинское войско, рассеявшееся в этой местности и занятое взведением укрепления, и вступил в мифону. При вторжении он потерял несколько воинов, но спас город. За этот первый отважный подвиг в военном деле в Спарте Бросиду была объявлена похвала. Значит, вы видите первое свойство Бросида, отличающего из спартанцев, инициативность. И сразу за этим второе. Инициативность была следующая. Давайте мы пойдем, вступим в мифону, пока афиняне ее не окружили. Это инициативность. А второе-то что? Опять же, антиспартанская. Быстрота. Он же мог просто сказать, ну, нам надо это самое, в мифону сходить, а потом так посесть и сидеть, как спартанцы любят. Нет, он не просто умеет принимать решения самостоятельно, отталкиваясь от собственной инициативы. Он еще и способен их быстро реализовывать. Обычный спартанец ждал бы подкреплений три месяца, пока город бы не пал. А потом уже не нужно никуда идти. Нет, а потом уже не нужно никуда идти. То есть подкрепления-то пришли, но идти уже никуда не нужно. Третье. У Брасида есть одно супер свойство. Он побеждает во всех сражениях, в которых участвует. При условии, что это никогда не сражение. Видите, Брасид не стал воевать с афинянами. Он прошел через относительно дисперсный кордон афинян и вступил в город. Он не давал сражений. Когда Брасид победит Фукидида, это будет сражение без сражения. Да. Брасид просто встанет напротив одного города и Фукидид не решится напасть. Брасид потом скажет, что это супер победа. Когда Брасид будет брать афинских союзников, города афинских союзников, он никогда не будет сражаться. Он всегда будет делать это с помощью речей. Наконец, единственное сражение, в котором Брасид будет участвовать, это то сражение, в котором он и семь других спартанцев умрут. Почему же он и участвует? Мне кажется, ему просто не надо восстануться военным. Нет, смотрите, он столько успехов совершил. Он же не воевал. Он воевал, но не сражался. Конечно, будет еще одно сражение, в котором он будет участвовать. Это сражение при Пилосе, где он потеряет сознание от первого удара и потом потеряет свой щит. Вот такой вот необычный спартанец Брасид. Он особенный. Мне кажется, его надо... Из него получился бы хороший лидер. Вот у него бы царь. Так из него и получился хороший лидер. Он не стратег, он не царь. Он просто... Сначала он не царь, да. Он спартиад, но он, понятное дело, не царь. Он сначала командует, как видите, небольшим гарнизоном. У него есть своя военная карьера, да. Благодаря своей инициативности он, значит, становится заметным. И его начинают направлять в слабые места советникам, не главнокомандующим. Потому что главнокомандующие – это обычно люди со связями. А это не Брасид, да, а советникам. Но проблема в том, что Брасид все время будет советовать суперправильные вещи. А командующие все время будут спартанскими. То есть они все время будут либо медлить, либо как бы ничего не делать и быть без инициативными. Поэтому в какой-то момент спартанцы скажут «Окей, мы все поняли. Брасид, вот тебе кусок непонятных мужиков». Причем настолько непонятных, что даже Фукидид будет называть их брасидовцами. Он не будет называть их пелопонесцами или спартанцами. Они особенные настолько, что никак иначе их назвать нельзя будет. Они дадут ему немного войска и скажут «Иди туда и делай, что хочешь сам». Получается, он же у нас первый из наших знаменитых личностей, кто не на высоком посту. Нет, он встанет на высоком посту, конечно. Но он сейчас как-то царь. Обычно спартанцы воюют в цари. Цари и спартанцы. Это очень быстро изменится по одной простой причине. Спартанцы могут выпустить только одного царя. И, понятное дело, они могут выпустить его только в одно место. Куда? В Аттику. Разоразь Аттику. Но военные действия идут повсюду. Поэтому спартанцы начнут рассылать командующих. У них будет командующий одним флотом, командующий другим флотом. Сунгопутный команд... Нет, потому что в Союзе уже были такие ребята. То есть цари никогда не управляли флотом особо. Тридцать четыре. В ту же зимнюю кампанию афиняне, согласно обычную предков, следующим образом совершили на государственный счет погребение первых воинов, павших в этой войне. А вот и начало знаменитой похоронной речи Периклова, решающей его речи. Итак, в первый год войны кто-то умер. Конечно, в бою имеется в виду, да? Люди умирают все время. И их должны похоронить за государственный счет. Шесть. Когда останки были засыпаны, выбранное государством лицо, по общему признанию, обладавший выдающимся умом и занимавший высокое положение в государстве... Заметьте это по общему признанию. ...произносит над усопшими подобающее похвальное слово, после чего все и расходятся. Восемь. Для произнесения речи над первыми павшими воинами в этой войне выбран был Перикл, сын Сантипа. Да. Как лицо по общему признанию выдающимся умом. Тридцать пять. Что же говорит Перикл? Большинство уже говоривших с этого места воздает похвалы тому, кто прибавил к погребальному обряду произнесение похвального слова, так как действительно прекрасно произносить такое слово при погребении павших в войну. Естественно, я призываю вас сравнить эту похоронную речь с той похоронной речью, которую вы находите у Платона. Напоминаю, написаны обе похоронные речи одним и тем же человеком. Только одна считается лучше, чем вторая. Мне казалось бы достаточным, чтобы людям, проявившим доблесть на деле и почести оказывались на деле, что сделано, как вы видите, и теперь настоящими похоронами, совершенными на счет государства. Перикл прогрессист. Мы это увидим в этой речи, но в целом Перикл прогрессист. И Перикл говорит, деды придумали обычаи что-то болтать на похоронах. И первое, что он заявляет, а мне кажется достаточным просто закопать кости, закопать останки. Не надо говорить не по хоронах. Так как мы по умолчанию лучше, чем деды, следовательно, мы должны отличаться от того, что предлагают... Наши действия должны отличаться от тех действий, что предлагают деды. Мы должны менять обычаи, потому что мы лучше. И следовательно, мы меняем их всегда к лучшему. Поэтому нет смысла следовать обычаям. Есть смысл их изменить. Двоечку. Трудно соблюсти меру в словах там, где уверенность в истине сказанного с трудом лишь становится прочной. Три. Но так как люди старого времени признали обычай этот прекрасным, то и я обязан подчиниться ему и попытаться по мере возможности удовлетворить желаниям и ожиданиям каждого из вас. И Перикл снова указывает на то, что ему не хочется этого делать. Он против такого обычая, но он вынужден подчиниться ему. Ну, понятно, он против старого, всего-всего-всего-всего уже отжившего свое. И при этом он указывает, кажется, цель своей речи. Его цель заключается не в том, чтобы выполнить этот обычай. Это было бы безумием. Его цель заключается в том, чтобы удовлетворить слушателей. Слушатели, понятное дело, делятся на две большие категории. Те, что уже пострадали от войны, это те самые люди, чьих родственников, сыновей в частности, мужей и отцов, мы и хороним. И те люди, которые еще не пострадали от войны, потому что это просто первые похороны, первого года войны. Следовательно, обоим этим типам людей Перикл должен будет объяснить, почему случившееся хорошо и почему надо продолжать в том же духе. То есть, надо объяснить, почему это первые похороны, а не последние. 36. Я начну прежде всего с предков, потому что и справедливость, и долг, приличие требуют воздавать им при таких обстоятельствах дань воспоминаний. Перикл начинает. После того, как Перикл пожаловался, что он не хочет этого делать, а его заставили. И после того, как он указал, какова цель его речи, он начинает эту самую речь. И речь начинается со знакомой нам фразы, с дедов. Проблема только в том, что прямо сейчас Перикл выкинет дедов на помойку истории. Пожалуйста. Ведь они всегда и неизменно обитали в этой стране и, передавая ее в наследие от поколения к поколению, сохранили ее, благодаря своей доблести, свободную до нашего времени. И за это они достойны похвалы. А еще достойнее ее отцы наши, потому что к полученному ими наследию они не без трудов приобрели то могущество, которым мы располагаем теперь. И передали его нынешнему поколению. Деды – это, конечно, круто, но отцы еще круче. И, следовательно, три. Дальнейшему усилению могущества содействовали, однако, мы сами. А мы еще круче. Перикл начинает с дедов, но немедленно с дедами покончены. Никаких дедов в этом обсуждении не будет. Что касается военных подвигов, благодаря которым достигнуты были отдельные приобретения, то среди людей, знающих это, я не хочу долго распространяться на этот счет и не буду говорить о том, с какой энергией мы или отцы наши отражали вражеские нападения варваров или эллинов. Да, заметьте, про дедов ни слова, потому что деды ничего не отражали. То есть были персидские войны, вот сейчас идет война, а до персидских войн был мир. Более того, Перикл говорит, нет смысла говорить о вещах, которые вам всем известны. Нет смысла вспоминать об этих подвигах. Вы там были, я там был, все помню. Но есть смысл поговорить о чем-то другом. Пожалуйста. Я покажу сначала, каким образом, действуя, мы достигли теперешнего могущества, при каком государственном строе и какими путями мы возвеличили нашу власть, а затем перейду к прославлению павших. Он дает план речи, причем это довольно странный план. Смотрите, у него есть три части. Кажется, три части. Как мы достигли нашего могущества, как наш политический строй был связан с достижением этого могущества, и последняя часть. Понимаете, зачем она тут? Эта речь посвящена тому, как, каким образом, какими методами, какими методами мы пришли к власти, как наш приход к власти связан со строем, и три. Что стоит за три? Смотрите. Зачем нужны? Почему уферка будет дальше? Почему они помнят? Правильно! Почему вы должны умирать дальше? То есть, как мы достигли? Войной. При каком условии? При условии, что те, кто воевали, были демократами, то есть патриотами. Это значит, что вы, чтобы продолжить завоевание, должны быть демократами, то есть патриотами. Перик, он не говорит этого, потому что если бы он сказал, ну как мы достигли, ну вашими телами мы, значит, завалили врагов. Завалили вашими телами, потому что у нас демократия, и все тела идут в ход. Это значит, что ваши тела скоро пойдут в ход. Перикл не может этого сказать, но смысл его речи именно такой. Да, мы здесь можем добавить четыре. Я поэтому вас прославляю. Я прославляю ваши тела, которые вскоре пойдут в ход, потому что только так мы можем держаться на том уровне, который мы достигли. Конечно, конечно, демократия прославляет демократов не потому, что демократы хороши, демократы по определению плохие, а потому, что демократы это ресурс внутри демократии для достижения ее целей и успехов. Вы же помните, главное свойство, главная сила демократии заключается в том, что демократы никогда не кончаются. Перикол это прекрасно понимает. И он понимает, о чем идет речь. И, значит, считает, что именно в этом заключается восхваление павших. Ну и понятно, почему, да? Павшие были патриотами, поэтому они лежат в могилах ради демократии, которая таким образом владеет миром. То есть, все начинается с того, что вы патриот и вы должны лечь в известное место. Когда спартанцы говорили о том, что в случае войны то есть союз приметнул, союз точно уничтожил, это как раз из этого тоже, то есть олигархов мало, их перебить можно. Спартиатов немного. Да, конечно, конечно, конечно. То есть спартанцы боятся, и вы, я напоминаю вам, мы уже об этом говорили, первая часть войны закончится именно потому, что афиняне захватят 200 кровных спартиатов на острове. Спартанцы скажут, все, мы закончили. Коринфиане, Фивиане, любые союзники будут бегать вокруг и говорить, вы с ума сошли. Спартанцы будут говорить, нет, мы закончили, потому что если их сейчас убьют, Спарта закончится. А мы здесь, мы ведем войну только потому, что мы боимся за собственное существование. Мы должны закончить войну, потому что мы боимся за собственное существование. И, естественно, афиняне очень горько пожалеют, что они не отдадут эти 200 человек и не дождутся, не заключат мир, когда спартанцы попросят. Давайте начнем с простого. Как же мы достигли могущества, пожалуйста? Третья семья. Наш государственный строй не подражает чужим учреждениям. Мы сами скорее служим образцом для некоторых, чем подражаем другим. Называется этот строй демократическим потому, что он зиждется не на меньшинстве, а на большинстве их. По отношению к частным интересам законы наши предоставляют равноправие для всех. И смотрите, Перикол не начинает сначала. Он начинает не с вопроса о том, как мы достигли могущества, а с вопроса о том, что у нас застрой. И первое, что он говорит, наш строй это строй большинства. При этом это строй большинства при равноправии всех. Хотя правит большинство, но все равноправны. Что же касается политического значения, то у нас в государственной жизни каждый им пользуется предпочтительно перед другим не в силу того, что его поддерживает та или иная политическая партия, но в зависимости от его доблести, стяжающей ему добрую славу в том или другом деле. Свобода для всех это круто не потому, что это позволяет вам делать и говорить, что вы хотите. Это чушь. Свобода для всех круто потому, что она превращается в меритократию. У власти находятся, говорит мужик, у власти те, кто этого подлинно заслуживает. Если он сказал я не заслуживаю власти, ну ладно. Но видите, он ведь не говорит как некоторые, что я Бога избран и значит нет. Он говорит у нас самый справедливый режим на свете, при котором только самые достойные оказываются наверху. И так получилось я наверху. Равным образом скромный звание не служит бедняку препятствием к деятельности, если только он может оказать какую-либо услугу государству. Равенство всех перед всеми это в первую очередь равенство вашего тела перед государством. Вспоминайте, что говорили коринфяне относительно тела афинян, что они не принадлежат себе, а принадлежат государству. Перикол это повторяет. Действительно у нас настолько равенство, что всякий может добиться чего он хочет, но не в смысле каждый может разбогатеть и лежать на диване, а в том смысле, что каждый может с равным шансом отдать свое тело служение государству. Мы живем свободную политическую жизнь в государстве и не страдаем подозрительностью во взаимных отношениях повседневной жизни. равенство означает так же, что мы все работаем в одну и ту же сторону. У нас нет внутренних конфликтов. Почему? Потому что мы меряем свои заслуги не нашим текущим положением, а телом, которое одно и которое мы должны отдать государству. Ну, понятно, если вы не хотите отдать свое тело государству, то вы не демократ, а в демократии вам тогда нет места. Мы не раздражаемся, если кто-то делает что-либо в свое удовольствие и не показываем при этом досады, хотя и безвредной, но все же удручающей другого, свободной от всякого принуждения в частной жизни. Мы в общественных отношениях не нарушаем законов, больше всего и страха перед ними и повинуемся лицам, облеченным властью в данное время. В особенности прислушиваемся ко всем тем законам, которые существуют на пользу обижаемым и которые, будучи написанными, влекут общепризнанный позор. Во-первых, Перикол говорит, что мы не нарушаем законов и страха перед ними. Почему мы боимся? Бого. Не-не-не. Почему мы боимся законов? Потому что они защищают наследие генерации. Не, потому что нарушение влечет. Почему олигархи не боятся законов? Потому что они сильны. Мы, во всех смыслах, вы можете подкупить, можете договориться, может у вас связи есть, может вы чай-то племянник, отлично все. Демократы боятся законов, потому что они слабы, у них нет силы совладать с законами. мы не нарушаем законов прежде всего из страха перед ними, не из надежды, не из каких-либо других побуждений, из страха. И повинуемся лицам, облеченным властью в данное время. Вы понимаете, да, о ком перекол? в особенности прислушиваемся ко всем тем законам, которые существуют на пользу обижаемым. Почему? Потому что мы есть обижаемые, мы же демократы, мы слабы. Мир все время находится в ситуации, когда кто-то кого-то насилует. Кто кого насилует, очевидно, сильный насилует слабых. Мы слабы, мы демократы, нас все время все насилуют. Помните, это ведь та самая ситуация, когда слабый требует справедливости. В данном случае не в форме подчинения богам или договору, а в форме подчинения закону. Закон и есть справедливость, потому что он защищает слабых от сильных. Только он не дает сильным делать, что они могут, а слабым терпеть. Мы демократы, мы по определению слабые, поэтому мы всегда за правление закона. И подчинение должностным лицам, которые сейчас находятся власть. Теперь вы видите, что демократия и олигархия отличаются не только уже указанными трейдами, но также и своим отношением к закону и законопослушности. Спартанцы не соблюдают спартанских законов, потому что они сильны, и только сильные спартанцы не соблюдают спартанских законов. Законные и как раз такие очень беззаконные Конечно, потому что для Ликурга это было очевидно. И это проблема как бы для олигархии, потому что олигархия существует в беззаконном более или менее. Ну или вы знаете эту известную фразу друзьям все, врагам закон. У демократов ситуация прямо обратная. Демократы слабы, и следовательно они могут рассчитывать только на закон. Поэтому олигархии все время беззаконные, максимально законные. Треться восемь. Повторяющимися из года в год состязаниями и жертвоприношениями мы доставляем душе возможность получить многообразное вдохновение от трудов, равно как и благопристойность в домашней обстановке, повседневное наслаждение, которое пригоняет уныние. Да, мы нищие, мы не можем развлекаться за свой счет. Следовательно, нас развлекает кто? Государство. Государство, правильно, за общий счет. На самом деле, как вы знаете, за счет самых богатых, потому что нет налоговой системы, есть система литургии, когда самые богатые граждане оплачивают всем остальным халявную жизнь. А ты же колония? Веселую жизнь, нет. Афинский союз. Бюджет, который собирает Афины, в смысле бюджет союза, формально идет только на оборону. Да, неформально идет в карман перигу, но это же не народные деньги. Но в целом, так как нет системы налогообложения, за все праздники платят богатые люди. Их, я сейчас следую этой истории, их никогда в Афинах не было больше, чем 400 тысяч. 400 тысяч человек своим богатством оплачивают все. Напоминаю, каждый второй день это праздник. Прямо какая-то идеальная скандинамия. Богатые оплачивают все. Это ничего не делается. Ну, понятно, почему. Неохраняй это преумножение богатства. Потому что это демократия, да? Я при любой другой ситуации... Неохраняй, а умирают за это богатство. Они преумножают их богатство. Да, смотрите, ситуация отношений демократов и государства не только в том, что государство обеспечивает им закон, да? И равенство, и возможность лечь в общую могилу, да? В безымянную могилу. А еще и в том, что оно же за эту, за вот эти вот услуги развлекает их, разбавляя каждодневное уныние. Напоминаю, каждодневное уныние в смысле каждый второй день это праздник. Праздник не раз в год, не раз в три месяца, не раз в месяц каждый второй день это праздничный день. Вспоминайте Платона, Платон в законах предлагает, чтобы праздники были каждый день государственные. Напоминаю, во время государственных праздников вы на халяву не только смотрите вещи, но еще и едите бесплатно, потому что происходит жертвоприношение, естественно, богам, мы их обманываем, им отправляются горящие кишки, а мясо вкусное отправляется нам в живот. Сверх того, благодаря обширности нашего города, к нам со всей земли стекается все, всех, так что мы наслаждаемся благами всех других народов с таким же удобством, как если бы это были плоды нашей собственной земли. Кажется, Перикол закончил говорить о строе и начал говорить о могуществе, у спартанцев не было такого количества. Ой, это сложный вопрос. Ну, да, я просто сделаю в полиции об этом не сказано, но, получается, можно так противопоставлять, что спартанцы не правы, но спартанцы занимаются делом, в отличие от Афинин, которые праздные. Ровно же наоборот. Нищие не праздные, они просто нищие. Спартанцы как раз-таки ничего не делают. У спартанцев есть только одно занятие. Война. Поэтому, если нет войны, спартанец не пашет землю. Нет, так это же досуг. То есть, праздники Афинин это не праздность. Празность это отсутствие праздников спартанцев. Да, смотрите, давайте пример из Аристотеля. Аристотель в восьмой книге политики очень четко отличает досуг с холлэ от отдыха. Отдых нужен тому, кто работает, чтобы накопить силы и снова пойти работать. Человек, который не работает, не отдыхает, ему не нужен отдых. Именно поэтому его свободное время это время досуга с холлэ. Помните, да, что это за слово и чем оно закончится. Именно поэтому те, кто обладает досугом, имеют возможность что-то создавать. Философию, например, или поэзию. А работяги ничего не создают. У них ситуация все время нулевая. Ты отработал, поел, поспал, снова отработал. В заботах о военном деле мы отличаемся от противников следующих. Да, напоминаю, кажется, что Перикол закончил с превознесением строя и вернулся к вопросу о том, как они стали такими великими. Государство наше мы предоставляем для всех, не высылаем иноземцев, никому не препятствуем не учиться у нас, не осматривать наш город, так как нисколько не тревожит, что кто-либо из врагов нисколько не тревожит, что кто-либо из врагов, увидев что-нибудь несокрытое, воспользуется им для себя. Мы полагаемся не столько на боевую подготовку и военные хитрости, сколько на присущую нам отвагу в открытых действиях. Итак, кажется, что Перикл перешел к вопросу о том, как, значит, афиняне достигли таких высот и широт. Но это не совсем так, потому что он все равно продолжает описывать свойства строя. Афиняне ни перед кем не скрываются. Почему? Во-первых, им скрывать нечего, они бедны. А во-вторых? Потому что они сильны. Они славы, они славы, поэтому они... Нет, ну мы сейчас про афинян говорим. Афиняне славы, поэтому они ничего не скрывают, потому что... Потому что им скрывать нечего. Это был аргумент. А еще один... Потому что они были опасны. Нет, они не следят? Нет, следят, еще как. Следят со всеми, поэтому не скрывают, чтобы следили за остальными и за остальными. Потому что их слишком много. Олигархи делают заговор, да, как бы, и так как олигархов там пять, заговор держится. Демократы делают заговор, об этом на следующий день все знают. Помните, как в семнадцатом году Шаляпин периодически спрашивал у своего конферансье, не взяли ли коммунисты уже власть в Петербурге? Они сидят, он что-то там приготовится к поступлению, говорит, ну как, взяли или не взяли? Демократия, да, невозможно скрыть ничего. И Перикл, вместо того, чтобы сказать, это наша великая проблема, мы ни черта не можем скрыть. Говорит, нет, это наше великое преимущество, потому что мы открытые, мы не боимся. А поэтому такие быстрые, потому что на следующий день уже все будет известно, надо делать быстро, если это закон, надо как сейчас делать. Да, да. Мне кажется, это отличный способ устроить любой процесс, просто расстанье в этом всем. Это хороший психологический прием. Если вы замечаете, что вы с трудом что-то делаете, то вы можете разболтать об этом и уже тогда вы будете подталкиваться тем фактом, что все знают, что вы собираетесь это сделать. Если вы это не сделаете, на вас будет косо смотреть. Но мы не про это, мы про то, что недостаток демократии Перикл обрисовывает, как ее супер-супер-успешность. Что касается воспитания, то противники наши еще с детства закаляются в мужестве тяжелыми упражнениями. Мы ведем непринужденный образ жизни и тем не менее с не меньшей отвагой идем на борьбу с равносильным противником. И вот доказательства этому. Да, вернемся немножко назад. Мы полагаемся не столько на боевую подготовку и военные хитрости, сколько на присущую нам отвагу. Понятно, почему они не могут полагаться на военные хитрости, потому что они разболтают все эти военные хитрости, и по той же причине они не могут полагаться на подготовку. У демократов не может быть никакой подготовки, у нищих работа, а не подготовка. И вот доказательства. Таки демоняне идут войной на нашу землю не одни, а со всеми своими союзниками, тогда как мы одни нападаем на чужие земли, и там на чужбине, без труда побеждаем большей частью тех, кто защищает свое достояние. Итак, Перикол говорит, мы также обладаем естественной отвагой. Естественной мужественной. Связано оно с тем, что луки-демоняне не могут прийти к нам самостоятельно. Зато мы можем прийти самостоятельно к кому угодно. Вы понимаете, что он подразумевает? Почему луки-демоняне могут прийти самостоятельно? Потому что делать не обстанавливать. Не-не-не-не. Они могут прийти, они же не прийти, да? Ну, почему они не могут взять и все не луки-демоняне? Потому что не мешай много действий, чтобы не ошибиться. Не-не-не. Их мало. Их мало. А они не придут сюда, потому что их мало. Их мало почему? Потому что они олигархи. А нас много. В этом смысле Перикол пытается совместить режим, в смысле город, и свойства народа. Он говорит, что олигархия труслива, потому что олигархов мало. А демократия, она отважна. Ну, не люди, демократы отважны. Демократия отважна, потому что тела никогда не кончаются. Мы, не боимся посылать вас на чужбину умирать, потому что ничего страшного от вашей смерти не случится. Помните, что мужество это как раз-таки способность преодолеть страх смерти. С одной стороны, это, конечно, означает, что на самом деле у Афин нет мужества, потому что они не преодолевают страх смерти. Афины, которые отправляют афинян, которые никогда не кончаются в места, где они кончаются, не боятся того, что Афина закончится от того, что закончатся афиняне. И в этом смысле на самом деле Афины не мужественны. Но Перикол ведь говорит даже не про Афины, а про афинян. Понятное дело, что он не может такого сказать, демократы не могут быть мужественны. Но он доказывает это понятному простым примеру. Никто из врагов не встречался еще со всеми нашими силами во всей их совокупности, потому что в одно и то же время мы заботимся и о нашем флоте и на суше высылаем наши граждане на многие предприятия. Когда в стычке с какой-либо частью наших войск враги одерживают победу над нею, они кичатся, будто отразили всех нас, а потерпев поражение, говорят, что побеждены нашими совокупными силами. Хотя мы и охотно отваживаемся на опасности, скорее вследствие равнодушного отношения к ним, чем из привычки к тяжелым упражнениям, скорее по храбрости, свойственной нашему характеру, нежели предписываемой законами. Все же преимущество наше состоит в том, что мы не утомляем себя преждевременно предстоящими лишениями, а подвергшись им, оказываемся мужественными не меньше наших противников, проводящих время в постоянных трудах. Итак, снова три утверждения. Мы отваживаемся на опасности, раз, мы являемся мужественными, скорее благодаря нашему характеру, нежели законам, два, и мы не боимся будущих лишений, три. Вот это три доказательства мужества. Первое, мы охотно отваживаемся на опасности, скорее вследствие равнодушного отношения к ним. Почему афиняне, как демократы, отваживаются на опасности, на самом деле? Потому что надежда, да, вследствие равнодушного отношения заключается, переводится, может переводиться следующим образом. Демократы всегда необразованные, поэтому они не понимают опасностей. То есть спартанцы как образованные знают, ну грубо говоря, что там-то и там-то есть такие-то этнические трудности, да, например, в Македонии нет македонцев, да, а есть куча разных племен, и они воевают друг другом. Поэтому вступать в Македонию это все время делать одну и ту же ошибку. Договорились это с одним племенем, а другой тебя сошрет. Афиняне не знают этого, поэтому они смело плывут в Македонию выиграть. Раз. Второе. Мы скорее по храбрости свойственны нашему характеру, нежели предписываны законом. Идем на опасность. Понятное дело, это все та же надежда. Нас не подталкивают законы, потому что законы только обеспечивают наше равенство. И третье. Преимущество наше состоит в том, что мы не утомляем себя преждевременно предстоящими нам лишениями. Почему? Смотрите, олигарх говорит. Правильно, потому что демократы нищие. Абсолютно верно. То есть олигарх говорит, блин, если я поплыву сейчас в Македонию, это здесь мое хозяйство окажется без начальника. Начнется, я еще должен буду потратить на это деньги, потому что надо еще плыть. Там еще меня ждут, а демократ говорит, да, Перикол четко понимает, с чем имеет дело, но в то же время понимает, какова его задача. Его задача явно не объяснить демократам, в чем здесь проблема. Даже сорок. Мы любим красоту без прихотливости и мудрость без изнежности. Мы пользуемся богатством как удобным средством для деятельности, а не для хрестовства на словах. И сознаваться в бедности у нас не постыдно, напротив, гораздо позорнее не выбиваться из нее трудом. Да, не выбиться, а не выбиваться. Замечаете разницу, да? То есть не стать богатым, а продолжать быть бедным. Одним и тем же лицам можно у нас и заботиться о своих домашних делах, и заниматься делами государственными, да и прочим гражданам, отдавшимся другим делам, не чуждо понимания дел государственных. Только мы одни считаем не свободным от занятий и трудов, но бесполезным того, кто вовсе не участвует в государственной деятельности. Да, естественно, так как тело демократа принадлежит демократии, принадлежит государству, государство считает, что свобода заключается, свобода демократа заключается именно в этом. Свобода олигарха заключается в том, чтобы не подчиняться государству. Свобода демократа заключается в том, чтобы оказаться в яме в нужный момент. То есть свободен не тот, кто имеет досуг, освободен тот, кто принимает участие в великих предприятиях государства. Ну, как принимает участие? Лежа, да? В основном лежа. То есть, по словам, позитивная свобода. Да, 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 да. Ну, в каком-то смысле, да, понятное дело, что до этого определения еще было. Мы сами обсуждаем наши действия или стараемся правильно оценить их, не считая речей чем-то вредным для дела. Ну, вы видите, что это на самом деле ошибка и это чистейшая ложь, потому что речи как раз таки оказываются супер вредными для дела, что Пеликол недавно доказал делом, не дав афинянам встретиться и поговорить. Больше вреда, по нашему мнению, происходит от того, если приступить к исполнению необходимого дела без предварительного уяснения его речами. Превосходство наше стоит также и в том, что мы обнаруживаем и величайшую отвагу и зрело обсуждаем задуманное предприятие. У прочих наоборот. Неведение вызывает отвагу, размышление же нерешительность. Самыми сильными натурами должны по справедливости считаться те люди, которые вполне отчетливо знают и ужасы, и сладости жизни, и когда это не заставляет их отступать перед опасностями. Равным образом в отношениях человека к человеку мы поступаем противоположно большинству. Друзей мы приобретаем не тем, что получаем от них услуги, но тем, что сами их оказываем. Вы понимаете эту классическую штуку, да? Как завести друга? Ему надо что-то подарить. Обязательно. Да, сделать его должником, конечно, конечно. Именно поэтому обычно в древности все время происходит обмен. То есть нельзя просто что-то подарить. Вам должно что-то подарить взамен. И это никогда не равный обмен. Два человека встречаются. Если обмен равный, ничего не случилось. Нет отношений. Вот чтобы отношения завести, этот обмен должен быть неравным. В Одиссеи, нет, в Илеаде, Диамет меняется с одним, с другим героем, с по-моему, с тураянским героем доспехами. И Гомер говорит, и для него это уже безумие. И доказательство того, что Диамет не дурак. Диамет отдает ему свои медные доспехи стоимостью 10 овец, а получает от него серебряные стоимостью тысяч овец. Вот. То есть даже Гомер уже не понимает, что древние отношения требуют обмена именно неравного, чтобы сделать вторую сторону своим должником и таким образом продлить отношения. Афиняне тоже понимают это. И они собираются скорее не получать услуги, а оказывать их. Но это же подразумевает и вторую вещь. Понятное дело, что если полученная услуга это всегда неравная услуга, то есть всегда больше, чем вы сами отдали, то полученная услуга может быть только от сущности, от индивида, от актора, который сильнее и богаче вас. То есть от никого, говорит Грибл, нет никого богаче афинян. Поэтому мы не получаем подарки, мы раздаем их. И тем самым вычиняемся. Да, и тем самым делаем должников, создаем должников вокруг себя. То есть нет того, кто был бы сильнее, чем мы. Поэтому мы никогда не принимаем подарков. Это сразу, конечно, я всегда напоминаю, что в голове вы должны держать кучу вещей. Например, и то, что отношения Спарты и Афины это во многом будущее отношение одной сверхдержавы сухопутной и другой сверхдержавы морской, которая, понятное дело, какая из них победила, почему победила, да, одной сверхдержавы олигархической, другой демократической, одной бедной, другой богатой и так далее, и так далее, и так далее. И в частности, это не случайное совпадение, а в том числе и проецируемое. То есть умные люди в прекрасных местах читали Фуки-Дида и знают, какие у демократии есть проблемы, какие преимущества. В другой империи читали Трава Макса. Да, в другой империи ничего не читали, к сожалению, поэтому такие проблемы. Указавшую услугу более надежный друг, так как он своим расположением к получившему услугу сохраняет в нем чувство признательности. Ну, подумайте, действительно ли Фуки-Дида так думает или нет. Вскоре мы увидим, что существует другой супермощный народ, который предпочитает прямо обратные отношения с окружающими. Напротив, человек облагодетельствованный менее чувствителен. Он знает, что ему предстоит возвратить услугу, как лежащий на нем дох, а не с чувством благодарности. Да, и здесь это как раз то, к чему я подвожу. Естественно, та самая великая держава, эта держава, ну, та самая, господи, ну, да, да, ладно, сверхдержава же, да, сверхдержава, это держава, создающая долги, не прощающая их, да, прощение долгов, это неправильный путь, долги нужно не прощать, долги нужно создавать, и в огромном количестве. Мы одни оказываем благодеяние безбоязненно. И это мы уже четко знаем, это рассказ о том, как афиняне оказались у власти. Да, не рассказ о том, почему наш строй такой классный, а рассказ о том, как мы оказались у власти. Не столько из расчета на выгоды, сколько из доверия покоящегося на свободе. Говоря коротко, я утверждаю, что все наше государство центр просвещения Элладии. Смотрите, мы одни оказываем благодеяние безбоязненно. В смысле, у нас нет задних мыслей. В смысле, государство знает то, чего не знают демократы, а именно, что демократы ничего не получат. То есть, демократы срывают для себя рубахи в расчете на надежду на то, что им что-то будет. Демократия знает, что им ничего не будет. Ну, в правильном случае понятно, да? Что на самом деле никакой задней мысли здесь для демократии нет, потому что никто ничего не получит. Каждый человек может, мне кажется, приспособиться у нас к многочисленным родам деятельности и выполняя свое дело с изяществом и ловкостью. Всего лучше может добиться для себя самодавлеющего состояния. Перикол говорит следующее. У нас свобода, и эта свобода привела нас к просвещению, к тому, что у нас появилось образование. Ну, понятно, у спартанцев образования нет. Вы ее лакедемонскую плитию знаете, образование не за этим нужно. У нас появилось просвещение, которое каждого ведет к его точке, которую он для себя назначил. Понятно, почему. Демократами невозможно управлять. Каждый из них тянет одеяло на себя. Кому-то, значит, если спартанцев можно воспитать, так как их мало в одном ключе, а всех, кто неправильно воспитывается, от тех избавится. С демократией так не выйдет. Демократия это не унисон, как говорит нам архидам, да, мы все закончим одной главой. Демократия это какофония. И в этом смысле, говорит Перикл, просвещение становится возможным, потому что в ходе просвещения каждый просто находит для себя то, что ему нравится. Государство не заинтересовано в том, что вам нравится, потому что государство заинтересовано только в одном, да, вот, с олигархами прямо наоборот. Что все сказанное, негромкие слова по поводу настоящего случая, но сущая истина доказывает самое, самое значение нашего государства, приобретенное нами именно благодаря этим свойствам. И решающее доказательство Перикла не в том, что все, что он говорил и все, что он подразумевал, это правильно, заключается в чем? Итак, что все сказанное, то есть, вот эти вот наши свойства, это негромкие слова по поводу настоящего случая, а истина доказывает самое значение нашего государства. Чем доказывается-то? Успехом, успехом, то есть Перикл уверен, что качество Афин доказывается их успехом, мы сразу пытаемся в стиле Фукидида редуцировать государство до индивида. Чем Перикл уверен? Он человек великий. Не-не-не-не, до индивида, мы редуцируем это утверждение в индивида. Что Дима как не-не-не-не-не-не-не. Что хороший человек это успешный человек и возвращаемся обратно к Фукидиду, Фукидид думает прямо обратную штуку. Ни один из действительно хороших людей не достиг успеха. Успех это не мерило хорошести. Наоборот, великие люди все как один провалились. И в этом тоже Фукидид и Перикл расходятся в диаметрально противоположные стороны. Понятно почему. Потому что мы сходу можем сказать, что хотя демократия была успешна при Перикле и из-за Перикла, она после его смерти оказалась немедленно неуспешной и погибла. Из этого по логике Перикла можно сделать вывод, что вот эти все качества демократии они нифига не хорошие. Они абсолютно плохие. Но Перикл то не это говорит, потому что это пропагандистская речь. И более того, его уверенность в том, что качество доказывается результатом ломается от колен по истории. Действительно, из нынешних государств только одно наше выдерживает испытания высших толков Анёва. Только одно наше государство не будет негодования нападающих на него неприятелях в случае поражения их такими людьми. Не вызывает упрека у подчиненных, что они будто бы покоряются людям, недостойным владычествовать. Вы понимаете, что это откровеннейшая ложь, и что и упреки, и все остальное, и победы уже существуют. Создав могущество, подкрепленное ясными доказательствами и достаточно засвидетельствованное, мы послужим предметом удивление для современников и потомства. И нам нет никакой нужды ни в панигиристе Гомере, ни в ком другом, доставляющий минутное наслаждение своими песнями, в то время как истина, основанная на фактах, разрушит вызванное этими песнями представление. И хотя Перикол и Фукидид в чем-то расходятся, в чем-то они сходятся. Конечно, ненависть к Гомеру, Перикол вообще испытывает ненависть к старикам, вообще, и в частности, и к Гомеру в частности. И также обращение к фактами. Наш успех, это не пропагандистский успех, это не выдуманный в телевизоре успех, это настоящий успех, доказанный, доказывающийся фактами. Что же это за факты? Мы нашей отвагой заставили все моря и все земли стать для нас доступными. Мы везде соорудили вечные памятники содеянного нами добра и зла. В борьбе за такое государство положили свою жизнь эти воины, считая долгом чести остаться ему верными. И каждому из оставшихся в живых подобает желать трудиться ради него. Итак, наши факты это факты содеянного нами добра и зла. Перикол не говорит, что афиняне добрые или что они сражаются за добро. Он говорит, что они хорошие в смысле успешные. И второе. Естественно, заканчивать эту часть речи надо словами о том, что наше государство, которое везде оставляет свои памятники добра и зла, оставляет их благодаря тому, что вот эти вот люди, которые сейчас лежат горизонтально, согласились лечь горизонтально. И вы тоже должны последовать их примеру. То есть, с точки зрения демократа, и давайте мы на этом закончим, умирать ради демократии можно только при условии видимого успеха подобной тактики. Проще говоря, когда демократия рушится, ни один демократ умирать за нее не будет. А вот пока она сильна, они готовы умирать за нее пачками. А можно испытать, что это надежда успеха? Нет, это уже факт успеха. Умереть? Нет, 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 нет. Вы готовы умереть за успех? Да, потому что он есть. А когда его нет, вы такие типа, а зачем мне умирать-то? Я не совсем понимаю результат этого действия. А вдруг не получится успех, я не буду умирать? В этом смысле, конечно, Перикл показывает нам, что не столько или не только он мерит силу демократии или хорошесть демократии, ее успехами. Демократы так мерят. Поэтому у него нет выбора, кроме как принять это последствие. И в этом, в частности, проблема. Демократия сильна, пока она успешна. В смысле, это как самовращающееся колесо. Как только она начинает замедляться, сразу начинаются гигантские проблемы. Мы знаем, какие. Как только случится крах на Сицилии, немедленно из демократов вылезут олигархи такие, давайте немного заговор сделаю, с демократией покончим, сколько можно. Но пока демократия сильна, демократы патриотичны. Что же, давайте на этом выводе мы остановимся, хотя это даже не середина, а там речи Периква, но уж что есть, то есть. И в следующий раз я постараюсь я постараюсь или мы постараемся с речи Периквоза 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 периквоза